В формате телемоста на платформе МТС-ЛИНК на двух площадках в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке и Благовещенске состоялась презентация второй части манги с эффектом дополненной реальности Невельской плоды воображения. Цифровая экосистема МТС подарила библиотекам графический роман, созданный творческой группировкой Hero for Hero. Когда мы начали контактировать с ребятами в 2017 году, собственно говоря, первая их выставка прошла у нас в университете. И она сразу, мы увидели этот эффект. Мы увидели эффект заинтересованности в этом человеке через вот эту графику современную. Во время экскурсии я беру в руки графический роман и открываю, и он начинает, картинка начинает разговаривать. Я вижу сразу, о, манга, комиксы о Невельском. Это сразу такой живой интерес. МТС с большим удовольствием поддержала такой интересный масштабный проект и напечатала вторую часть графического романа в количестве более 400 экземпляров. Более 100 книг уже отправились в детские муниципальные библиотеки Владивостока и Приморского края. МТС выступает партнером у творческого объединения Hero for Hero. Мы познакомились с ребятами несколько лет назад и, можно сказать, такие дружеские отношения поддерживаем. Ксения и Роман, они вдохновлены сами и передают эту любовь на страницы своего графического романа. И что самое важное, что тот формат, в котором они переносят исторические важные концепты, написан в рамках современных трендов. Посредством графического романа «Манго», да еще и с элементами дополненной реальности. У нас не так много краеведческой литературы, а краеведческая литература, которая была бы написана современным языком, вызывала бы явный интерес ее вообще единицы. Поэтому, конечно же, это очень важный проект, и мы его с удовольствием поддержали. И я надеюсь, что ребята будут продолжать свои творческие устремления, и мы, конечно, с радостью будем их поддерживать. Книга состоит из иллюстрации в виде комиксов в японском стиле. С помощью дополненной реальности зритель оказывается внутри объемного мира, наполненного персонажами реальной истории и локальной мифологии. Чтобы посмотреть иллюстрации в формате AR, нужно скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение, активировать его с помощью QR-кода и навести на картинку, после чего можно послушать речи героев и увидеть спецэффекты. Буквально 9 лет мы двигались от реализации идеи к изданию двум томам, вот такого исторического фэнтези, который, мы надеемся, потолкнет молодых читателей к тому, чтобы больше узнать об истории освоения Дальнего Востока. Мы решили остановиться на жанре манго, который черно-белый. Нам было важно показать внутренний эмоциональный мир героев. Мы старались полностью пройти по всем историческим событиям. Одежда, вооружение, парусная оснастка судов, она вся полностью соответствует реальным архивам, документам. Но, тем не менее, мы добавили туда драконов, шаманов, и поэтому у нас получилось такое очень близко, точное историческое фэнтези. Графический роман «Невельской плоды воображения» вышел не только в бумажном формате. С первой частью произведения можно познакомиться в электронном формате на сервисе от МТС «Строки», а вскоре там будет доступна и вторая часть манги об «Адмирале Невельском». Артём Белов, Елизавета Драгомирова, Вероника Федорцева. Новости на восьмом.